здравствуйте уважаемые телезрители это мастер-класс от программы мужская компания и с вами его ведущий леонид ашмарин сегодня мы с вами рыбачим ранней весной на реке рыбу ловить планируем фидером с помощью прикормки и соответственно кормушки сегодня я приготовил для ловли мою любимую речную прикормку пользуюсь я прикормками фирмы сенса с прикормочными смесями и сегодня я расскажу о моей любимой прикормки для ловли плотвы вот такая вот смесь называется gross gardens в переводе с французского gross gardens это большая плотва прикормка целенаправленно рассчитана на ловлю крупной плотвы в принципе ловит практически любую рыбу эту прикормочную смесь могу порекомендовать в принципе любителям ловли плотвы в любое время года она очень универсальна она полностью самостоятельно то есть к этой прикормки не практически не требуется никаких добавок добавлять она обладает очень ярко выраженной фирменной ароматикой поэтому вот сегодня я буду замешиваться даже без применения каких-либо дополнительных ароматизаторов единственное чем я сегодня разбавлю мою прикормку это вот на пакет gross gardens а я добавлю примерно пол пакета двух килограммового прикормки также от фирмы сенсос прикормка называется матч фидер серия трехтысячная как вы можете заметить это прикормка тоже полностью самостоятельно она рассчитана как можно видеть ее название на ловлю фидером почему я смешиваю эти две смеси я стремлюсь немножко разбавить достаточно сильный аромат gross gardens а и скажем эта смесь она немножко более тяжелая чем gross gardens хотя gross gardens тоже смесь не совсем легкая она среднефракционная так скажем немножко утяжелить его поскольку ловлю будет происходить на реке и скажем добавить немножко объема замешиваться мы будем на чистой воде без применения каких-либо дополнительных ароматизаторов я сегодня не планирую производить какую-либо прям длительную рыбалку поэтому поэтому для ловли вполне считаю что нам хватит скажем пакета gross gardens а пол пакета смеси матч фидер как вы можете заметить смеси имеют такой коричневатый оттенок слегка притемненный принципе для ловли на реке в это время года это практически то что нужно то есть нам не требуется светлая допустим прикормка но и вода в это время года она достаточно мутноватая такая поэтому специально затемнять какими-либо дополнительными красителями я прикормку не собираюсь помол у этих прикормок такой вот среднефракционный то есть она не совсем легкая не совсем пыль да а что-то среднее предварительно я просеиваю прикормку через мелкое сито для того чтобы убрать полностью крупную фракцию хотя в этой прикормки крупной фракции практически нет но тем не менее я стараюсь все равно прикормку сделать более однородной это позволяет добиться однородности работы прикормки и соответственно убрать ненужные вот эти вот крупные частички которые разрыхляют нашу прикормку и собственно говоря нарушают однородность работы они быстрее всплывают дольше намокают скажем так поэтому нам они сегодня просто ни к чему первый один из важнейших этапов это вот просеивание прикормки соответственно убираем из прикормки крупную лишнюю фракцию теперь прикормка подлежит увлажнению аккуратно добавляем воду буквально по чуть-чуть постоянно перемешиваем прикормку для того чтобы добиться ее качественного увлажнения при этом хочу заметить самое главное не переувлажнить смесь то есть нам не нужна чрезмерно чрезмерно липкая чрезмерно вязкая смесь поскольку такая смесь плохо работает она просто комом ложится на дно и ее работа практически сводится к нулю ну на такой объем прикормки скорее всего хватит примерно 500 700 грамм воды сейчас посмотрим сколько нам потребуется как правило хочу заметить что прикормку я увлажняю в несколько приемов то есть вношу некоторое количество воды потом даю прикормки отстояться отстоявшаяся прикормка набухает снова становятся рыхлой рассыпчатой после этого в нее необходимо добавить снова некоторое количество воды в итоге нам необходимо добиться консистенции чтобы прикормка в руке сжималась в довольно плотный комок но при этом при легком нажатии она рассыпалась то есть она должна работать обычно я увлажняю прикормку примерно в три приема после этого я ее просеиваю сквозь сито снова просеиваю сквозь сито для того чтобы насытить прикормку кислородом и скажем убрать комки которые образовались при склеивании при намачивании прикормки и в принципе прикормка полностью готова к ловле такая прикормка мне очень нравится она отлично работает на реке за это я и люблю прикормочные смеси фирмы сенсос за то что они работают даже на водоемах с большим рыболовным прессингом позволяет добиться прекрасных результатов вот так вот постоянно перемешивая я добиваюсь наиболее максимально равномерного увлажнения сейчас наша прикормка будет набухать после этого я намочу ее еще раз и пробью сквозь сито после этого она будет уже готова полностью это был мастер-класс от программы мужская компания с вами был его ведущий Леонид Ашмарин я вам рассказывал о прикормке для ловли на реке крупной платвы подписывайтесь на наш канал смотрите наши видео до встречи на рыбалках пока это видео подогнал